Время свободы Время свободы Я стою перед вами как дочь иммигрантов, как гордая жена ветерана боевых действий, как мать двух изумительных детей. Я работала губернатором Южной Каролины и послом Америки в Организации Объединенных Наций. Но прежде всего я гражданин Америки. Ники Хейли стала первой женщиной, пытающейся избраться президентом Соединенных Штатов от Республиканской партии. По сообщению командования военно-воздушных сил Украины, российские самолеты и корабли выпустили минувшей ночью по украинской территории 32 крылатые ракеты, 14 из них были сбиты. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет, говорится в сообщении. Удары нанесены по Днепропетровской, Полтавской, Львовской и Кировоградской областям Украины. 15 февраля российские системы залпового огня «Смерч» обстреляли город Покровск. В Донецкой области там погибли не менее трех мирных жителей, более десяти получили ранения. Продолжаются бои за город Бахмут в Донбассе, которые российские войска пытаются взять под контроль уже более полугода. Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер», чьи подразделения участвуют в этих боях, публично заявил, что Бахмут можно было захватить еще до Нового года, если бы не, как он выразился, военная бюрократия. Ну, вы все слышали о том, что прекращен прием заключенных в наши ряды, которые до этого выполняли героические задачи, сейчас продолжают выполнять те, кто с нами остался, те, кто еще не получил помилования. Далее, через какое-то время они будут получать его помилование, уходить от нас. Безусловно, в какой-то момент времени количество подразделений уменьшится, объем задач соответствующим образом мы тоже не сможем выполнять тот, который хотелось бы. Поэтому сегодня, пока мы берем Бахмут, конечно же, должны быть успехи на всех остальных участках фронта. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре носки полоскали. Это был владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В социальных сетях также появилась аудиозапись, на которой, предположительно, он же выражает возмущение по поводу сообщения о том, что Бахмут практически взят в окружение. Положение украинских войск там критическое, и они вот-вот сдадутся. Всем тем, кто сообщает об этом, Пригожин предлагает лично прибыть в Бахмут. Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противников в северных районах нет. Штурмуется дом за домом. Квадратный метр за квадратным метром идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении? Еще о чем-то вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Создается ощущение о том, что тут все разбежались, блин, никого нету. Украина пустая, а мы что-то миндальничаем, зайти не можем. Желающих всех приглашают вперед. Берем автоматы и побежали. Окруженного противника за задницу хватать. Говорил Евгений Пригожин. В продолжение темы приведу фрагмент передачи канала «Россия. 60 минут», которую ведут Ольга Скобеева и ее муж, депутат Государственной Думы от «Единой России» Евгений Попов. Вот в какой тональности там идет обсуждение боев за Бахмут и медленное продвижение российских войск. У ведущих всегда есть при себе аргумент. Критикуешь – отправляйся сам на фронт. Почему хорошо воюет Вагнер, если вы хотите, в конце концов? А потому что у него центр принятия решения один. У него авиация, бронетанские войска, у него артиллерия, у него стрелковое подразделение. Штурмовики – все в одном кулаке. И связь. Назовите мне еще одну. При этом все успешные. 155-я бригада морской пехоты отлично воюет. Бригада морской пехоты отлично воюет. Бригада морской пехоты отлично воюет. Проводятся под прикрытием артиллерии Минобороны. Почему в России? Все отлично воюют. В чем дело-то тогда? Ну, может, я что-то не понимаю. Взять очередную улицу, мы будем праздновать всей страной. Я же вот про это. Мы здесь всегда по-простому рассуждаем. Кому не нравятся сроки, кто умеет улицы брать быстрее, берет автомат и берет эти улицы. Это был фрагмент передачи телеканала «Россия. 60 минут». Обращу внимание на упоминание Евгением Поповым 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, которая, по данным из украинских источников, понесла в последние недели тяжелейшие потери в боях за город Углидар. Министерство обороны России сообщение об этих потерях не комментировало. А вот что о ситуации в Бахмуте, о данных о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» там заменяются подразделениями регулярной армии России, рассказывает известный украинский журналист, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Тарас Березовец. Мы не знаем реальную ситуацию, которая происходит с набором новых наемников ЧВК «Вагнера». Мы можем ориентироваться в данном случае только на официальное заявление самого Пригожина, либо представителя Российского министерства обороны. Однако независимые источники, в частности руководитель проекта «Русь» сидящая Ольга Романова, подтверждала, что рекрутинг ЧВК «Вагнера» прекращен, и 80% этой частной военной компании – это прямые санитарные потери. У них осталось в строю менее 10 тысяч наемников. То, что их отвели в значительной мере от Бахмута, я могу это действительно подтвердить. Произошло это по двум причинам. Во-первых, отсутствие достаточного количества личного состава и боекомплекта. Очевидно, что Российское министерство обороны намеренно не дает наемникам Пригожина боекомплект, для того, чтобы быстрее их утилизировать. И вторая причина – это решение Шойгу и Герасимова заменить кадровыми российскими военными подразделениями «Вагнеровцев» вместо тех, которые ранее штурмовали Бахмута. Кадровых российских подразделений сейчас нет. Они в любом случае состоят в значительной мере из мобилизованных российских граждан. Процент их колеблется от 50 до 90%. То есть это те люди, которые в принципе не служили в этих подразделениях. Они были призваны на службу несколько месяцев назад. То есть мы имеем все признаки скороспелых решений. Отсутствие слаженности боевой, отсутствие опыта у этих подразделений и нежелание атаковать в суицидальных атаках, так как это делали «Вагнеровцы». Тактика действительно поменялась. Вместо тактики малых групп, которую использовали наемники «Вагнера», они действуют сейчас иначе. Противник продвигается в первую очередь только после серьезных обстрелов ствольно-реактивной артиллерии, минометной. Противник движется большими группами, увеличилось количество снайперских дуэлей, сейчас из-за чего гибнет большое количество, в том числе мирных граждан. Ну а в целом можем сказать, что в отличие от «Вагнеровцев», которых стимулировали и финансово, мы понимаем, и медикаментозно, кадровые и мобилизованные российские военные не хотят умирать так быстро и так бессмысленно, так как это делали наемники. Мы можем констатировать снижение темпа продвижения противника. Эта тенденция фиксируется четко на протяжении нескольких последних дней. Противник ставил основную задачу захват ключевых трасс. Сейчас это движение затормозилось в городе практически. Реального продвижения нет, поскольку там находится большое количество подразделений украинской армии, пограничные службы, сил территориальной обороны и добровольцев из патрульной полиции Украины, которые на сегодняшний день сдерживают любое продвижение противника. Сохраняется возможность доставки в город Бахмут и гуманитарных грузов, и боекомплекта вывоза раненых и подвоза пополнения. Если вагнеранцев, еще раз повторю, гнали деньги, наркотики и заградотряды в отношении кадровых российских частей, все эти факторы не работают. Да, они продолжают идти, но напор и самое главное желание умирать у этих подразделений существенно ниже. Это был украинский журналист, сейчас военнослужащий ВСУ Тарас Березовец. Вы слушаете «Время свободы». Исследователи Ельского университета опубликовали доклад, в котором говорится, что Россия удерживает по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в нескольких десятках так называемых спецлагерей. Среди переселенных есть дети с родителями или находящиеся под семейной опекой, но и те, кого российские власти считают сиротами, кто находился на попечении украинских государственных учреждений до вторжения России в Украину, или чья опека была неопределенной из-за начавшейся войны. В докладе приводятся факты того, как власти Российской Федерации препятствуют возвращению детей в Украине, а также детали их так называемого перевоспитания. Вот как комментирует доклад представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Оксана Филипишина. Если вы сегодня откроете портал «Дети войны» государственной, то вы увидите цифру в 16 тысяч депортированных детей. Эти данные формируются, исходя из заявлений и сообщений родителей, родственников, у которых есть достоверные данные о том, что ребенок оказался на территории Российской Федерации или ранее оккупированных территориях Украины. То есть 16 тысяч – это поименный список детей. Тем не менее, на самом деле Украина, к сожалению, не владеет информацией о том, какое количество детей пребывает на территории России. Поскольку, например, в самом же Мариуполе, когда были полномасштабные боевые действия, то много детей остались сиротами из-за гибели родителей. Украинской стороне не сообщается, какого количества только в Мариуполе, например, или в других городах и селах восточного региона были вывезены. Поэтому цифра намного-намного больше. Есть истории, где ребенку удалось дозвониться до родственников или родителей. Если родители погибли, то это бабушка, дедушка. Например, была история раненого мальчика Саши из Мариуполя, который просто запомнил телефон своей бабушке и дозвонился. Есть истории детей, когда родителей в фильтрационных лагерях забирали в плен, детей отправляли в неизвестном направлении, и потом стоял вопрос об их усыновлении. То также вот ребенку, старшему мальчику из семьи удалось связаться с отцом, и в последующем, после его освобождения, они воссоединились с семьей. Есть информация от волонтеров, в том числе российских, которые поступают родителям. В соцсетях иногда появляется информация. Все это очень тщательно собирается, анализируется. И потом путь к ребенку очень индивидуален. К сожалению, сегодня нет вот такого процесса, который был налажен в вопросе возвращения наших детей. Поэтому каждая история индивидуальна, и в зависимости от региона, требования по документам тоже есть разными. Но, безусловно, родители должны подтверждать или родственники свое происхождение и связь с ребенком по происхождению. Это главное условие. Есть абсолютно разные истории подтверждения того, что родители не лишены родительских прав, и так далее, и тому подобное. То есть это индивидуальные все кейсы. В принципе, главная фишка России в промывании мозгов как своим гражданам, так и нашим детям, которых они депортируют. Мы наблюдаем за перевоспитанием, так называемых, наших детей еще с 2014 года. Российская, так называемая, юн-армия, куда вовлекалось очень большое количество, просто тысячи детей, подростков для военной подготовки. Это желание, скажем так, переубедить наших детей о том, что Россия — это счастливая страна, которую нужно защищать, которую нужно любить, и только в ней может быть счастливое детство. Кстати сказать, вот их сериал, который они сняли, документальный «Детство. Возвращение», именно о наших депортированных детях, тоже яркое тому подтверждение. Не могу не упомянуть о той жуткой истории, которая где-то два месяца назад обошла все СМИ, когда Кадыров хвастался тем, что трудные подростки из Украины, которые не хотят любить Россию, и которые все еще давлеют, скажем так, к своей родине и хотят туда вернуться, подлежат перевоспитанию в Чечне. И сегодня вот упоминался этот лагерь под Грозным. Я думаю, что это именно то место, где, скорее всего, поддаются жесткому давлению наши дети. Доклад Ельского университета о спецлагерях для украинских детей в России комментировала представитель Украинского и Хельсинского союза по правам человека Оксана Филиппишина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Широградский. В Белоруссии закончилось судебное разбирательство по уголовному делу против лауреата Нобелевской премии мира, председателя правозащитного центра «Весна» Олеси Беляцкого и его соратников Валентина Стефановича, Владимира Лобковича и Дмитрия Соловьева. Соловьева судят заочно. Всех их обвиняют в контрабанде, организованной группой, и в финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок из-за оплаты штрафов и услуг адвокатов для участников акций протеста в Белоруссии. Прокурор запросил для правозащитников от 9 до 12 лет лишения свободы. Приговор будет оглашен 3 марта. В своем последнем слове Олесь Беляцкий заявил, что не сомневается в политическом характере выдвинутых против него и его соратников обвинений и не надеется на оправдательный приговор. Тем не менее, Беляцкий говорил и о необходимости поиска консенсуса в белорусском обществе. Вот фрагмент его последнего слова. «Ситуация полномасштабного кризиса в государстве очень опасна для суверенитета Беларуси. Перед нами огромные геополитические вызовы. Страна зашла в тупик. Как говорили наши предки, то и самый не рад, с якого не узад, не уперад». Единственным возможным выходом из всестороннего кризиса, в котором оказалась Беларусь, видится постоянный долгосрочный поиск консенсуса, равновесия в обществе с учетом интересов различных слоев общества. Ради сохранения Беларуси как государства, ради будущего нашего народа, нам всем, а прежде всего властям, следует проявить мудрость и дальновидность. Я вспоминаю наш призыв правозащитного центра «Весна» перед выборами 2020 года, который был опубликован на нашем сайте и в других средствах массовой информации. В нем мы призывали власти не применять насилие против мирных демонстрантов. Применили. И чем это закончилось? «Нужно начать широкий общественный диалог, направленный на национальное примирение, как бы тяжело ни казалось пойти на это. Предпосылкой такого диалога должно быть освобождение всех политических заключенных, проведение широкомасштабной амнистии, прекращение репрессий, так как нет смысла в амнистии, если одной рукой людей освобождают, а другой продолжают сажать. В таком диалоге должны принять участие как представители властей, так и представители широкой общественности, политических партий и движений, те, кто сейчас находятся в тюрьмах, и те, кто спасается от репрессий и вынуждены были уехать за границу. Это реальное предложение. Только бы было желание и политическая воля». Это был фрагмент последнего слова на суде, которое произнес лауреат Нобелевской премии мира председатель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий. В январе 2023 года сумма денежных переводов из России в Грузию превысила 317 миллионов долларов. Это более чем в 10 раз больше, чем за январь прошлого года. Экономика Грузии, безусловно, получает немалую выгоду, но многие оппозиционеры предупреждают и о негативных последствиях для имиджа и безопасности страны. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. В нескольких районах грузинской столицы в течение последних недель журналисты заметили странные очереди молодых людей у новых офисов. Оказалось, что российские граждане, переехавшие в Грузию после объявления специальной военной операции и не имеющие по местному закону право получать по системам быстрых переводов одновременно больше, чем 2000 долларов, приглашают грузинских студентов, пользуются их банковскими счетами, чтобы получить гораздо большие суммы. При этом студентам платят примерно 25-30 долларов за каждую обналиченную 1000 долларов. Молодые люди не прочь подзаработать, но оппозиционеры и ряд критически настроенных СМИ заметили, что такая схема переводов из России не совсем законна. После ряда телесюжетов несколько местных банков закрыли счета юридических лиц, пользующихся услугами грузинских студентов. Тем не менее, поток денежных переводов из России в Грузию с системами быстрого перевода денег растет из месяца в месяц. В прошлом году россияне, переехавшие в Грузию на постоянное место жительства, а их не менее 120 тысяч человек, получили на руки более 2 миллиардов долларов. Это огромная по меркам маленькой страны сумма. С одной стороны, казалось бы, приток валюты благотворно влияет на рост экономики. ВВП Грузии в минувшем году вырос более чем на 10%. Национальная валюта значительно укрепилась. Но, как подчеркнул в интервью Радио Свобода бывший президент Национального банка, ныне депутат от оппозиционной партии Единое национальное движение Роман Гоциридзе, когда речь идет о столь масштабном сотрудничестве с Россией в условиях продолжающейся войны в Украине и притоков к Грузию огромного числа иммигрантов, не все определяется лишь экономической и финансовой выгодой. Это имеет, конечно, с двух сторон. С одной стороны, отрибивает капитал в Грузии, что способствует экономическому росту и укреплению национальной валюты. А с другой стороны, эти деньги переводятся на физические лица, на библиотские трансферы. В основном, это не банковские переводы. В специальной статистики в Грузии осталось около 120 тысяч русских граждан. Это, по сравнению с маленьким населением Грузии, это огромное число. Так что, конечно, экономическое влияние вызывает и социальные, и другие последствия. Единое, это вопрос, с основным, с экономической точки зрения. Заявил Роман Гоциридзе. Тем не менее, грузинские власти не готовы ввести реальные ограничения. Им явно нравятся экономические выгоды и рост поступлений в бюджет. Тем более, что с чисто технической точки зрения успех очевиден. Рейтинговое агентство ФИЧ по итогам прошлого года повысило кредитный рейтинг Грузии с BB-минус до BB, причем с позитивным прогнозом роста вплоть до инвестиционного уровня, как заметил глава Центрального, то есть Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе. Георгий Кобаладзе для радио «Свобода» Тбилиси. Вы слушаете «Время свободы». У Дональда Трампа появился первый соперник из числа однопартийцев-республиканцев на выборах президента Соединенных Штатов в будущем году. Свою кандидатуру выдвинула Ники Хейли, бывший губернатор штата Южная Каролина. Еще несколько политиков-республиканцев намерены последовать ее примеру. Передает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. Ники Хейли родилась в Южной Каролине в семье Сикхов. У нее отличный послужной список. По окончании университета она работала в частном бизнесе, затем была избрана в Нижнюю палату Законодательного собрания штата, а в 2010 и 2014 годах ее дважды избирали губернатором Южной Каролины. Президент Трамп прочил ее в госсекретари, но она отказалась и была назначена послом США в ООН. Хейли вышла в отставку уже через два года. Она резко отозвалась о действиях президента в день штурма его сторонниками Капитолия, однако хвалила его политику в целом. Она также заявляла, что поддержит кандидатуру Трампа, если он будет избираться на второй срок. Но атмосфера в республиканской партии меняется, и Дональд Трамп уже не священная корова. Ники Хейли объявила о своем решении в столице Южной Каролины Чарлстоне под одобрительные возгласы сторонников. Я стою перед вами как дочь иммигрантов, как гордая жена ветерана боевых действий, как мать двух изумительных детей. Я работала губернатором Южной Каролины и послом Америки в Организации Объединенных Наций. Но прежде всего я гражданин Америки, который знает, что наше лучшее время впереди, если мы сплотимся и будем бороться за нашу страну. Я посвятила этой борьбе свою жизнь, и я только начинаю. Ради сильной Америки, ради гордой Америки, я избираюсь на пост президента Соединенных Штатов Америки. Пока, однако, шансы Ники Хейли невысоки. В последних опросах ее кандидатуру поддержало всего 4% избирателей республиканцев, у Трампа 43%. Между Трампом и Хейли расположились губернатор Флориды Рон Десантис с 31% и бывший вице-президент Майк Пенс с 7%. Ни тот, ни другой пока не заявляли о своем намерении избираться. Однако Дональд Трамп уже принимает превентивные меры. Рон не стал бы губернатором, если бы не я. Во-первых, он никогда не получил бы номинацию. Во-вторых, без моей поддержки он не одолел бы соперника-демократа. А теперь я слышу, что он, возможно, будет избираться. Я считаю это очень вероломно. Десантис не стал ввязываться в полемику с бывшим президентом. Я трачу свое время на то, чтобы добиться результатов для народа Флориды и бороться с Джо Байденом. Я не трачу свое время на то, чтобы мазать грязью другого республиканца. Бывший вице-президент Майк Пенс не видит в Дональде Трампе без альтернативного кандидата. Позвольте мне спросить вас напрямик. Это партия Дональда Трампа или вы считаете этот вопрос спорным в данный момент? Я думаю, республиканская партия принадлежит ее избирателям. Он сейчас лидер партии? Я считаю, бывший президент один из лидеров партии. Его позиция важна для партии. Но я питаю большое доверие к избирателям. Они придут на республиканские праймерис и выберут знаменосца наиболее подходящего нам в данный момент истории. Среди прочего, 51-летняя Хейли заявила, что настало время смены поколений в политике и что она поддерживает идею обязательной проверки умственных способностей политиков старше 75 лет. Еще одна цитата из речи Ники Хейли. Америка, какой я ее вижу, выиграет битву за 21-е столетие. У нас есть смелость и уверенность в себе, чтобы защитить наши ценности и разгромить наших врагов. В этой Америке вооруженные силы Соединенных Штатов будут сильнее и боеспособнее, чем когда-либо. Сильные армии не начинают войн. Сильные армии предотвращают войны. Эта Америка будет стоять плечом к плечу с нашими союзниками от Израиля до Украины и против наших врагов от Ирана до России. С Америкой, какой я ее вижу, Китай не просто проиграет, как когда-то Советский Союз. Коммунистический Китай окажется на свалке истории. Ники Хейли уже вошла в историю. Она стала первой женщиной, избирающейся в президенты от республиканской партии. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.